Андрей Владимирович, предлагаю сегодняшний эфир начать с обсуждения заявления, которое было сделано народным депутатом Украины, секретарем оборонного комитета Верховной Рады Романом Костенко. Говорит он следующее. Возможная потеря Покровска не будет означать обвал фронта, если это не превратится в серию катастроф, что действительно может привести к поражению. Никакой катастрофы не случится, это 100%. Главное, чтобы это не привело в дальнейшем к череде катастроф, которые могут повлечь дальнейшее поражение. На этом этапе, самое важное сейчас, нам нужно остановить этот каток. Противник бросает все силы и средства для того, чтобы прорваться здесь, на Покровском направлении. Если сейчас его остановить, у него больших резервов нет, чтобы действовать на других направлениях. Второй раз этот каток запустить будет достаточно сложно. Скажите, пожалуйста, анализируя вот это заявление господина Костенко, вы случайно никаких противоречий в нем не находите? Знаете, я рекомендую все-таки нынешний созыв депутатов, это уже результат реформ образования. Крымова там не читали. Помните «Лесу и виноград»? Виноград, то зелен. Что-то из этой оперы. Знаете, вот так рассуждать, ну а почему тогда за Бахмут, за Авдеевку держались? Потеря в Покровском, я уже не раз говорил, это потери, во-первых, это связанность фронта, это риск того, что, кажется, мы теряем не только Покровск, но дальше там и угледары. Об этом могут много рассказать военные эксперты, чем это может обернуться. Но и теряем, нанесем вполне конкретные экономические потери. Это, опять же, коксующийся уголь, это остановка украинской металлургии. Поэтому, ну, полковнику СБУ легко рассуждать, но явно Академии Генерального штаба не заканчивают. Потому что город, город уродин. Может быть, город совсем маленький, но его значение в плане стабильности фронта, в плане поддержания экономики страны, может быть, несоизмеримо велико. И уж точно Покровск на чаше весов весит, ну, куда больше, чем сотня деревень в Курской области. Да, вот теперь уже почти месяц, можно сказать, что время начало играть с Курской операцией уже против Украины. Поскольку, ну, да, военные говорят о том, что часть резервов перебросили туда, как раз с Покровского направления. А они, ой, как были бы нужны. Не было бы того позора с Новогродовкой, когда там и фортификации были построены, но вот эти полевые укрепления были банально не заполнены. Вот. Что это? Конгениальные идеи, заманивание противника, хитрый план Сырского? Ну, знаете, мне это видится совершенно по-другому. А да, действительно, это попытка в лице Костенко успокоить общественность, что, дескать, ничего страшного не произойдет. Вот, знаете, ну, в начале войны американцы тоже успокаивали о том, что Украина может, большая страна, и она может, чтобы сохранить армию, разменивать, как говорится, и на территорию. Сдавая территорию, но сохраняя армию. Знаете, но сейчас, к сожалению, ситуация несколько иная. И да, действительно, там, вот как было с Карловкой, когда, по сути, противник зашел в тыл, и там под угрозой окружения вынуждены уйти из укрепрайона, который строился с 2014 года. Который в лоб было взять нереально, но чей-то конгениальный замысел. Знаете, вот все это напоминает, уже кто-то писал про аналогию с планом Шлиффена, когда, начав Первую мировую войну, и Германия, прекрасно понимая риски войны на два фронта, то есть основной удар, главное было выбить Францию. Естественно, план Шлиффена предполагал, что ни под каким предлогом не перебрасывать войска с западного фронта на восточный. Но случилось так, что русские армии Самсонова и Ленинкамфа вторились в Восточную Пруссию. А это же родовое гнездо прусской военной аристократии. Естественно, поднялся шум, как так, краю, и естественно, в этой ситуации, уступая политическому давлению, перебросили там несколько дивизий, пехотных дивизий, кавалерийскую дивизию с западного фронта на восточный. Да, это обернулось разгромом армии Самсонова, тяжелое поражение в августе 1914 года, вот как раз 110 лет с тех событий. Но и план Шлиффена реализовать не удалось. Случило чудо на Марне, когда чуть-чуть германским войскам не хватило буквально последнего батальона. То есть они стояли уже, по сути, под Парижем. Но как раз стратегически, да, тактически это был выигрыш, поскольку русская армия была несена тяжелое поражение, то есть и одно из наиболее тяжелых за Первую мировую войну, но стратегически для Германии эта история оказалась фатальной. Но, очевидно, помятуя об этом, генштаб, российский генштаб, не уменьшил давление на Покровском направлении. Да, там первые несколько дней отмечали, что чуть-чуть ослаб натиск, но сейчас вот этот каток по-прежнему движется. И мы можем только догадываться, какой ценой удастся его удержать. Но с Покровском, по-моему, уже все ясно. Знаете, еще как только в октябре прошлого года, как только начался движ вокруг Авдеевки, но наиболее проницательные коммерсанты из Покровска начали потихонечку, как это, эвхемизм эвакуации, у нас релокация, релокация, офисы в Днепр, а некоторые куда и подальше, там, как говорится, дальше, там, на правобережье. От греха подальше. Но те, кто действительно до последнего надеялся, сегодня в Покровске осталось порядка 30 тысяч. То есть половина населения, по сути, эвакуировалось. Хотя, скажу, еще вот в 22-м году там было относительно спокойно. То есть город жил более-менее на нормальной жизни. Андрей Владимирович, так, друзья, уважаемые наши зрители и слушатели, пожалуйста, активнее ставим лайк этой трансляции. Не жадничайте, не жадничайте. По мотивам Курской операции президент Зеленский говорит, что она выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, говорит президент Зеленский, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение построения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно. Так какие все же задачи выполняет или уже выполнила Курская операция? И когда речь идет о том, что все идет по плану, то каким был или есть план? Почему? Вопрос только по чьему плану. Знаете, иногда лучше жевать, чем говорить. В данной ситуации, если бы Курская операция, да, действительно, удалили, отошли, создали угрозу в другом месте, или это происходило бы год назад, вместо бросания стакана в бетонную стену под Ромботино, можно было бы только аплодировать. А так, в ситуации, когда у нас фронт, ну, прямо говоря о том, что фронт обваливается, ну, это будем говорить так, назовем их аллермисты, чтобы не назвать паникерами, но ситуация действительно близкая к катастрофической в районе Покровска. Да, Селидова там удается сдерживать, но бои уже в самом городе, это южнее Покровска, и, понятно, возникает тревога за ту группировку, которую удерживал Угледар, поскольку все до сих пор попытки взять Угледар штурмом заканчивались безрезультатно. Ну, может получиться так, что под угрозой попасть в окружение Угледар придется оставить. Ну, посмотрите на карту, и станет понятно, что, по сути, от Донбасса у нас останется только вот Краматорско-Славянская агломерация при таком ходе развития событий. Понятно другое о том, что многие, дескать, вот на Днепр. Но, знаете, если будет возможность катиться и дальше, противник пойдет. И на Днепропетровскую область, поскольку, когда там возражают, что, дескать, вот, ну, она же не включена, там, дескать, в российскую конституцию подобно Запорожской или Херсонской, а, извините, Харьковская область, что там происходит сегодня. Там, да, там референдума не было, но, тем не менее, бои под Купенском, в Улчанском, по-прежнему противник на территории Харьковской области. Поэтому российские войска пойдут ровно настолько, насколько им дадут пройти. То есть будет сопротивление, остановим, это одна ситуация. Другая ситуация, если фронт будет валиться, они пойдут и дальше. Издание Форбс пишет о том, что сотни украинских солдат могут оказаться в окружении к югу от Покровска, сильная российская группировка, численность которой может достигать десятков тысяч человек, обходит крупные украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья. В результате образовался выступ на восток в линию российской обороны. Этот выступ может стать ловушкой для сотен украинских солдат в случае нескольких решительных маневров. Российская армия внутри выступа находится подразделение 59-й. мотопехотной бригады и также другие части, другие бригады, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии. Да, да, действительно такая... Ну, надо отменить другое, то, что... Когда говорят о том, что противник движется быстро, относительно быстро. Это не те темпы, которыми там двигались танки Клейста или Гудерианов в 41-м году по Украине или там весной 44-го по Глязии, танковые армии, Красная армия, ну, по сути, за несколько месяцев освободили правобережье Украины. Нет, темпы, безусловно, не те, но хочу отметить, как бы у нас с Карловкой, что при угрозе окружения, да, в этот раз войска отвели своевременно. То есть не ждали, когда петух клюнет в известное место, а отвели вовремя. Я думаю, и там, собственно, если нет возможности, если нет резервов, там, нанести контрудар и купировать угрозу окружения, будут отводить. Вариантов нет. Но риск, Форбс абсолютно верно отмечает, что риск котла, в районе Мемрика, и там еще есть варианты, сохраняется. Да. А тем временем угрозалезница купит шторы, вагон по 7 тысяч гривен за одно. Всего на это потратят более 7 миллионов гривен из бюджета Украины. Планируют купить 782 широкие шторы по 7,5 тысяч гривен за штуку и 150 узких штор по 7 тысяч гривен. И, как пишут, действительно страшно представить, как должны выглядеть шторы вагон за такие деньги. И как будут выглядеть такие шторы? Ну, Вадим, война войной, а бабло по расписанию. К сожалению, коррупционную ренту и во время войны не отменили. И коррупционная рента, даже на тех вещах, на которых мазать пальцы медом большой грех, тем не менее, все продолжается. То есть, мы можем только догадываться, какая там часть из тех четверти триллиона долларов, которые в той или иной форме пошли на поддержку Украины, ну, прилипнула к рукам наших коррупционеров. То есть, коррупционная рента никуда не исчезла. И обратите внимание, ну, как с тем же Покровском сажали цветы, там, еще пару месяцев тому назад, вместо того, чтобы рыть окопы под Покровском. То есть, в этом, по-моему, в Селидово там покупали эти бетонные пирамиды от танка. То есть, главное, успеть освоить бюджет, получить откат и, как говорится, успеть... Дело сделано, да? Да. 640 миллионов гривен на телемарафон потратило украинское государство за полгода, отмечено в системе Прозоро. Ну, как говорил мы в свое время главный идеолог КПСС Михаил Суслов, на идеологии мы не экономим. Вот, и с телемарафоном. Другое дело то, что вопрос в его эффективности, ну, по-моему, телеграм-каналы давно уже перебили, и люди больше получают информацию из других источников, поскольку доверие к единому марафону ниже Плинтуса. Но шоу мозговым, шоу должно продолжаться. Возможно, у кого-то в этом тоже есть определенный шкурный интерес, тем более, что, ну, как говорится, изяществом, профессионализмом единый марафон не радует. То есть, один и тот же, как говорится, набор нарративов, экспертов. То есть, ну, знаете, как говорится, можно заниматься декоммунизацией, и вывесок, и улиц, но декоммунизация головы, то есть, оно только, знаете, меняется, меняется колера, ну, а методы, ну, в принципе, то же самое, что и было в советском телевидении. Вот этот вот единый шаблон. Все-таки я ожидал, ну, по ходу войны все-таки будет как-то больше фантазии, больше таланта в таких вещах, как единственный легальный канал информации, поскольку марафон создавался как средство противодействия российской пропаганде, но, по-моему, он превратился в свой антиобраз. Ну, знаете, когда официоз перестает пользоваться, воспринимается с категорическим недоверием, это очень тревожный сигнал, который упорно на улице Банковой, и в стенах Верховной Рады никто не слышит. Ну, видимо, в этом есть определенный интерес. Возможно, шкурный. Возможно, есть и какой-то другой замысел. Андрей Владимирович, давайте вернемся к рассмотрению ситуации на фронтах российско-украинской войны. Юлиан Ребке пишет, что украинские военные уже морально готовятся к обороне Днепра. По его оценке, ситуация на Восточном фронте критическая и продолжает ухудшаться. Россия продвигается быстрее, чем летом 2022 года. Украинские солдаты, с которыми я разговариваю, говорит Ребке, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасным для удержания фронта. И также Ребке отметил, что помимо Донецкой области впервые за почти два года, российские войска снова наступают в Луганской области и на востоке Харьковской. Среди причин такой ситуации называют, в частности, растянутость украинских войск из-за наступления под Курском. А моральный подъем от этой операции среди военных украинской армии, по данным Ребке, уже не ощущается. То есть, если и была эйфория от, как утверждают многие в России, вероломного вторжения украинской армии в Курском области, то уже этой эйфории нет. Она истинилась. Да, Вадим, ну то, о чем мы говорили месяц назад, потому что эйфории хватит, заряда эйфории хватит на неделю, а дальше наступит тяжелая эпоха меди. Вот три недели, это тот срок, три недели, месяц. Ну, люди за это время банально уже нуждаются, они выгорают. То есть, соответственно, психологически, физически устали. И требуется ротация. А если резервы, ну да, российские военные обозреватели считают, что еще 5-6 бригад, как говорится, в запасе у ЗСУ есть. Но, возможно, как раз и те хорошо подготовленные, экипированные, вооруженные части, которые были брошены в Курскому, ради вот этого вау-эффекта, ну, возможно, они бы все-таки больше пригодились бы как раз именно на Покровском направлении. Ну, не мне судить. Знаете, ну, а вот когда Зеленский говорит, о, все идет по плану, вот, а люди отвечают на это, а что это за план? План сдачи Донбасса? Вот, и отсюда вот такие упорные слухи о том, что Донбасс сливают по договорняку. Ну, я не думаю, что имел место какой-то, ну, договорняк. Но какой такой договорняк, он может существовать? Ну, гипотетически. Ну, знаете, Украина страна неограниченных возможностей в том плане, что у нас возможно все, что угодно. Но, мне кажется, здесь все-таки во главе угла стратегические просчеты, субъективный фактор. То есть, когда проводят, ну, меняют вполне адекватных командиров бригад по причине того, что не того клана, как говорится, не из той обоймы, когда проводят абсолютно идиотские ротации, когда, ну, ведь, смотрите, как сочереть оно было, и вот под Торецком. Ну, те, кто более-менее нормально держался, ротация, заходят новые, не знающие обстановки, и там происходит беда. Вот плюс несогласованность. Ну, опять же, любая проблема имеет имя, фамилию, должность и звание. Вот эти, мне кажется, вот во главе угла эти вещи. Плюс дефицит резервов, плюс то, что качество пополнения, ну, то, о чем на протяжении года говорим о том, что бусифицированные тех, кого отновили на улицах, иногда это люди, которым по физическим показателям противопоказано ноль, противопоказано выполнение боевых задач. Ну, знаете, после 40 у нас большинство мужчин уже идет с букетом хронических заболеваний. Ну, а что такое, допустим, сейчас пожаре 30 градусов, там, прошагать 5-6 километров, на машине не доедем, машины палят. 5-6 километров посадками и таща на себе 30 кило. Ну, это так, это еще. По-среднему. Это не каждому. Плюс мотивация. Естественно, те вещи, которые я не раз обращал внимание, о том, что почему-то среди войны у нас наша гуманитарная политика забивает к линии в вопросах истории, языка, религии. Ну, такое ощущение, что работают на враг. Поскольку, ну, во время войны всегда масса исторических примеров вот эти все вещи отставляют. А нам объясняют, что теперь для нас нет серого, нет никаких оттенков, есть черное и белое. Ты либо, как говорится, кто не против, кто не с нами, тот против нас. Но это абсолютно безумная и идиотская в условиях нынешней Украины политика. Отсюда на фронт попадают люди с абсолютным отсутствием мотивации. Которые, естественно, сдаются в плен, пятисотятся, уходят в СЗЧ. Ведь, да, там на Бойко набросились, на Владимира Бойко, журналисты, который прозрачно дал понять, что у нас в СЗЧ дезертиров более 100 тысяч, минуточек. Там порядка 140 он называл. Опираясь, опять же, на, как говорится, осинт, методы разведки по открытым источникам. Я думаю, и, как говорится, и наши партнеры, и противник прекрасно осведомлены о масштабах проблемы. Ну, а плюс наши конгениальные депутаты, они декриминализировали эту статью. Ну, а в условиях боевых действий, ну, к чему это будет приводить? В том, что, как говорится, видишь, как говорится, не сошлись с характерами с командиром. В СЗЧ. То есть, противник, по-моему, накроет. Ну, почему бы, как говорится, и не запятисотиться. И проблема только набирает обороты. Причем, еще год назад Бойко, упоминаю, написал о том, что это превратится в проблему. В коноссальную проблему для украинской армии. Что, собственно говоря, сегодня и происходит. Поэтому тут не имеет места какой-то договорняк или хитрый план. Да, у людей создается такое ощущение, что сливают. Но сумма факторов, которых в течение года, ну, по-моему, уже плеш проели, говорили о том, что это выстрелит. Вот все это сходится сегодня на фронте. И, как говорится, выгребаем эти последствия. Андрей Владимирович, тем временем Путин заявил, что Россия не пойдет на мирные переговоры до тех пор, пока вооруженные силы Украины остаются на территории Курской области. Мы никогда от этого не отказывались. То есть, мы никогда не отказывались от переговоров, говорит Путин. Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые сейчас на территории Российской Федерации, а именно в Курской области. И нужно разобраться с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом. Также он сказал, что операция вооруженных сил Украины – это попытка остановить наступление России в Донбассе. Сделать это не удалось. Армия России сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами. Можем поговорить о политическом значении, о политических оценках. И, опять же, мы упираемся, вот, хотим мы этого или нет, в переговорный трек. Но, по-моему, даже когда у всех, как говорится, исчез оптимизм упал до нуля после начала русской операции, оптимизм относительно того, что там возобновятся, возможно, возобновление переговоров, но я это не прочитал. Да, возможность такая отодвигается. Да, они не будут в ближайшие месяцы, но такой вариант не исключен. Спустя некоторое время, то есть, когда вынуждены будем покинуть Курскую область, а положение дела на фронте таково, что в условиях, когда налицо дефицит резервов, растягивать фронт еще на сотни километров, ну, знаете, ну, это какое-то новое слово в военном искусстве. Поэтому, мне кажется, что ближе к концу года, после ноября, вот эти контакты возобновятся. Ну, что касается Путина, ну, знаете, ну, типичный имперский подход. Как говорится, мы можем рисовать где угодно красные линии, а для нас красных линий не существует. Ну, знаете, ведь по большому счету Харькову прилетало, и даже в те дни, когда в Белом городе было абсолютно тихо и спокойно, и, как говорится, никаких украинских войсках на российской территории никто не слышал. Ну, Харькову уже тогда доставалось, уже в первые дни войны. Ну, равно как и Киеву, Киевской области. Поэтому, ну, если говорить о бандитах, ну, надо всегда помнить и о своих. Вот, поэтому вот этот, как говорится, гатентотская логика российского президента, ну, ну, как говорится, по-моему, налицо в данном случае. То есть, если у меня украли корову и увели жену, это плохо. А вот если я чью-то увел жену и украл корову, это в порядке вещей, это нормально. Вот такая гатентотская мораль. По поводу визита Путина в Монголию, давайте напомним, что Монголия признает юрисдикцию международного уголовного суда, а значит, в Монголии Путина должны были арестовать, так как на него выдан ордер. Но никто Путина не арестовал, его принимали, выставили почетный караул, все хорошо, он уже встретился с президентом Монголии. И что же получается, что Международный уголовный суд как-то очень несвежо, как-то блекло выглядит. И это что, прецедент? Ну, по-моему, это... Нет, это, Вадим, это характерный штрих того, что международный действовавший долгие годы, десятилетия правовой порядок, в том числе и международный правовой порядок, богоучно похоронен. То есть, если в правиле начинают работать какие-то исключения, то они будут повторяться и в дальнейшем, пока все не убедятся в том, что эти нормы не работают. Ну, Путина встречали, естественно, со всеми почестями, там, всадники в одеяниях времен Чингисхана. Ну, только плаката можем повторить. Не хватало. Вот, как говорится, на этом фоне. Но с Международным уголовным судом, по-моему, более чем показательный кейс. Потому что все вот эти международные институции, они плавно превращаются в факультет ненужных вещей. В том числе и Международный уголовный суд, которым, ну, в эффективности и целесообразности присоединения, которым у нас так льяно убеждали еще не прошло и месяц. Так проголосовала, как ратифицировала Верховная Рада. Ну, и теперь, ну, видим, как говорится, вот вся цена. Вот. Я думаю, и в других странах будет примерно та же история. Присоединившаяся к, как говорится, к Международному уголовному суду. Но об этом уже говорится второй год. О том, что система, система рушится и рассыпается. Мы живем в условиях новой нормальности. Вот, как говорится, прав тот, у кого больше права, точнее, у кого больше, за которым больше силы стоит. Вот это вот тот дивный новый мир. А зачем Путин и Монголия? Чего он туда поехал? Ну, ему важно показать. Что плевал он на этот мус? Не только. Ну, во-первых, Монголия давний партнер и Советского Союза, и России. Как зло шутили тогда. Курица не птица, Монголия не заграниц. Поэтому, как не на примере Монголии показать свою руку по жадности, то мы показать с этим, с Международным уголовным судом. Ну, плевали мы, как говорится, с кремлевских башен на ваши международные уголовные суды, на ордеры, которые вы там выписывали. Это пустые бумажки. Ну, а что там еще, помимо... Там же, наверное, еще какой-то экономический пакет присутствует и интерес. Ну, как говорится... Есть... Я этим не интересовался. Понятно, что Монголия – это не небольшой покупатель энергоресурсов, оружия, поскольку серьезной промышленности у этой страны нет, как говорится, куда все это девать. Но кейс очень показательный. Монголия – это не небольшой покупатель энергоресурсов, это не так, чтобы повредить энергоресурсов.